Канад Саганбаев Телохранитель в считанные секунды эвакуировал экс-президента в безопасное место. Неизвестные на тот момент люди в масках и с автоматами даже не успели не то что перехватить Атамбаева, но и даже перепрыгнуть через забор. То, что арест Канад Саганбаева – дело времени, стало понятно сразу же после койтажских событий. В ГКНБ еще в августе грозились его посадить. Вместе с Атамбаевым укрылись у него дома и оказались соучастниками сопротивления в законном требовании представителей власти. В этой части, в ходе следствия, их действие будет дано юридически. Сажать действующего сотрудника 9-й службы ГКНБ не комильфо, поэтому перед арестом Канад Саганбаева уволили. За что? За то, что когда-то не сдал вовремя служебное оружие, не поздравил бывшего шефа с днем рождения. Явно в ГКНБ не заморачивались с обоснованием увольнения телохранителя Атамбаева. Скорее всего, наверное, в ГКНБ не знали, как его уволить из службы госохраны. И нашли такую, довольно-таки, вот такую маленькую причину и уволили. И вот тогда уже было понятно, что, скорее всего, Саганбаева будут привлекать к ответственности, и его статус из свидетеля переведут в более другой, да, подозреваемого или обвиняемого. Саганбаева обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Злоупотребление должностным положением, воспрепятствование действиям следователя, убийство группой лиц и даже организация массовых беспорядков. Слава богу, гибель принцессы Дианы не повесили на Канадта. Горько шутят в окружении экс-президента. Вот эти все четыре статьи, которые инкриминируются Саганбаеву, это просто абсурдные. Его обвиняют в массовых беспорядках. Но как можно Саганбаева обвинять в массовых беспорядках, если он до последней минуты находился рядом с экс-президентом, который не спускался с третьего этажа? Мог ли телохранитель Атамбаева, находясь на третьем этаже осажденного дома, организовать массовые беспорядки, причем не имея доступа к интернету и без сотовой связи? А как он мог убить спецназовца, если опять же находился рядом с Атамбаевым на третьем этаже, тогда как лужи крови на втором этаже в Альфовце стреляли. Явно там. Канад Саганбаев вышел к толпе в разгаре массовых беспорядков уже после того, как смертельно ранили спецназовца, а остальных избили. Что же он делал там? Неужели призывал добить их? Я видел его помогающим сотрудникам спецназа, поддерживающим, защищающим. И когда мы выводили раненых, это оказалось впоследствии, когда мы считали 18 человек, и каждого из них он защищал, каждого из них старался провожать, и каждого из них он старался защищать. И сегодня, когда ему инкриминируют удержание заложников или организации беспорядков массовых, я просто не понимаю такие вещи, считаю, что это несправедливо и считаю, что это незаконно. В ночь на 9 августа Канад Саганбаева запечатлели десятки телевизионных камер. Судя по этим кадрам, телохранитель Атамбаева беспорядки не организовал, а пытался их остановить. Воспрепятствование действиям следователя. Как телохранитель Атамбаева мог догадаться, что на охраняемую территорию проникают именно органы дознания, а не, допустим, террористы. Ведь альфовцы были в масках, и никто из них служебных удостоверений не предъявлял. Претензий к этим сотрудникам быть не может. Почему? Если их не предупредили о том, что будет эта операция, их же коллеги. Раз они не предупредили, то, естественно, они не могли подумать, кто это в масках заходит. Неизвестно. Их действия по тому, чтобы обеспечить охрану объекта, которого они должны сопровождать и охранять, конечно, они сразу его увели. Их действия были правильны. С их функциональных обязанностей. К ним претензий быть не может. Физическая охрана Альмазбека Атамбаева до последнего осуществлялась сотрудниками 5-го отдела 9-й службы ГКНБ Кыргызстана. Данная охрана со стороны ГКНБ не снималась. Сотрудники отдела в установленном порядке выполняли свои прямые обязанности по охране Альмазбека Атамбаева. При неожиданном физическом проникновении в дом неустановленных лиц в масках, любом нападении на охраняемое лицо, сотрудники 5-го отдела имеют право применить штатное оружие. В данном случае возникла реальная ситуация по правомерному применению оружия со стороны телохранителей Альмазбека Атамбаева. Возникает вопрос, почему сотрудники 5-го отдела не были отозваны руководством ГКНБ перед проведением операции. Любые попытки следствия для вменения сотрудникам 5-го отдела противоправных действий, в случае если они до последнего не были отозваны руководством ГКНБ, порождают массу вопросов относительно объективности следствия и компетентности руководства ГКНБ Кыргызстана. Из сообщения правовой клиники Аделет. События в Койташе разбирает Госкомиссия при правительстве. Бывший зампредседателя ГСНБ Артур Медитбеков уверен, отравливать один отдел Госкомитета на другой было не совсем правильно. Мне кажется, тогда еще надо было бы снимать сотрудников 9-й службы, которые обеспечивают безопасность. А так как он находился рядом с ним, он выполнял свой служебный долг. Но я не думаю, что он совершил, это мое личное мнение, он совершил такой выпивающий факт преступления. Кто стоит за арестом Каната Саганбаева, политические обозреватели уверены лично с Орумбой Джеймбеков. Джеймбеков любой ценой хочет усилить силовой компонент вертикальной авторитарной власти. И при этом он уже не брезгует никакими грязными методами. Он любой ценой хочет превратить ГКНБ и другие силы и структуры в свою частную охранную компанию. То есть в личных цепных псов. Вот этими арестами фактически он дает понять ответный текст на всему личный состав ГКНБ и сотрудникам других силовых ведомств, что любое неповиновение или попытки даже малейшего саботажа его силовой политики по подавлению оппозиции будут незамедлительно изжисок караться, вплоть до ареста непокорных и лишения их свободы. И власть, и правоохранительные органы дают сигнал всем, кто будет работать против нас, кто будет не слушаться нас и кто будет помогать оппозиционным политикам, если даже это законно, во всех ожидает такая участь. Политологи не сомневаются, Каната Саганбаева предали его же начальники. Будут ли теперь другие офицеры честно исполнять свой долг? Анна Тканеметов, Кайрат Сарбагышев, телеканал «Апрель». Каната Саганарден, Каната Саганарден! Субтитры сделал DimaTorzok